Лига Ангелов 2 это долгожданное продолжение популярной MMORPG. Демоны вырвались на свободу и теперь угрожают всему миру. Прежние союзники разделились и ждут нового героя. Им можешь стать именно ты. Ссылка в описании. Всем привет! Мы продолжаем обсуждать Игру Престолов. И сейчас я предлагаю поговорить о том, что же нам покажут в следующем втором эпизоде. В основном мы будем опираться здесь на выпущенные промо, но не только. Ведь за столько времени у нас собралось немало информации, которую как раз пора пустить в дело. Итак, начинается промо с очередного Вечи Винтерфелли, с которым они там явно зачастили. И слов Джона Ройса о том, что Таргариенам нельзя доверять. Разумеется, речь тут идет о Дейенерис, но причин для этого сейчас может быть две. Первое. Если верить слитому сценарию, а после первой серии ясно, что у нас есть все поводы ему доверять. Так вот, исходя из него, это Дейенерис разослала Ворона в Клордом Семи Королевств. Извещая о том, что истинная наследница Железного Трона наконец прибыла, чтобы вернуть свое поправу. Но есть и второй, не менее обоснованный вариант. Мы помним, что убедившись в том, что под Драконьим Камнем в самом деле есть залежи Драконьего Стекла, Сэм тут же поспешил оповестить об этом Джона. Вполне возможно, что Король Севера получил письмо от друга, и помня его же слова о Драконьем Стекле и его чрезвычайной важности, тут же решил отправиться к Дейенерис. Но у старых лордов в памяти еще слишком свежо о восстании Роберта и Безумный Король, и они небезосновательно опасаются, что дочь недалеко ушла от своего отца. А еще в описании серии есть слова, что Джон столкнется с бунтом, так что на Севере будет жарко. Собственно говоря, этот же козы решила использовать и Серсея. Видно, что они с Джейми в Красном Замке собрали все еще лояльных Короне Лордов. А таких осталось не так уж много, ведь как Джейми верно подметил еще в первой серии, сейчас его сестренка-королева от силы Трех Королевств, но уж никак не Семи. Уверен, что речь сейчас, разумеется, не идет о том, чтобы нападать на Дейенерис, а вот собрать силы для похода в богатый Хайгарден, это как раз то, чего стоит ожидать. Правда, сам поход во второй серии, думаю, все-таки еще не начнется. А тем временем мы слышим слова Яры, что у нас есть армия, флот и три дракона, мы должны атаковать Королевскую Гавань сейчас. И, собственно говоря, Яра абсолютно права. У Дейенерис сейчас огромный перевес по сравнению с Серсеей, но, видимо, союзники или союзницы еще не знают о том, что в Королевскую Гавань уже прибыл Эурон, с армадой кораблей не так уж сильно уступающей Дейенерис. Так что подойти с моря, а я уверен, именно об этом говорит Яра, теперь это означает смертельную угрозу. Собственно, ни для кого уже не секрет, что эта угроза воплотится в реальность. Ну, а мы с вами увидим потрясающий морской бой. И, кстати, в качестве ремарки, женщины продолжают рулить в седьмом сезоне. В Королевской Гавани сейчас безоговорочный лидер, это Серсея, ну и посмотрите на ставку Дейенерис. Сама матерь дракона в роли главнокомандующего, бабуля Тиреллов, кстати, во второй серии мы встретимся и с ней. Яра очень уверенная в себе, в то время как Теон одиноко торчит где-то на задворках, и Лария Сент хорошо хоть без своих змеев. Ну, а из мужчин Карлик Тирион и три костра Таварис, Серый Червь и Вонючка Теон. Как вам такая компашка? Ладно, это так, язвительное замечание, идем дальше. По всадникам, выезжающим из Винтерфелла, можно понять, что Джон таки решился на путешествие к Дейенерис. А судя по предыдущим фото и кадрам из трейлера, Давас также отправится с ним. И, кстати, связующим звено между Королем Севера и Матерью Драконов на первых порах может стать Тирион, который уже знает Джона, общался с ним и тогда же проникся уважением к Бастарду Неда, как все тогда считали. А еще во второй серии интересный поворот обретет линия Арии. Мы помним, что в речных землях она повстречалась с солдатами Ланнистера, в котором сказала, что едет в Королевскую Гавань. Но по фрагментам из трейлера, да и вот этому кадру, создается впечатление, что она таки повернула на Север. Но для этого должна была быть серьезная причина. Мне сейчас кажется, что Арию все же как-то раскрыли ее новые товарищи. Недаром же в первой серии нас акцентировали на оружии. Возможно, там произошло что-то непредвиденное, и теперь продвигаться на юг к Ланнистерам дочери Старков опасно, и ей пришлось изменить маршрут. И да, я заметил Эда Ширена в первой серии, о его дружбе с Мэззи Уильямс и появлении в сериале говорили еще давно. Просто в том обзоре я посчитал это ненужной информацией. Но, кстати, Эд говорил, что у него и Арии будет несколько общих сцен. Первую мы уже видели, так что дело осталось за остальными. Возможно, Рыжий как-то поможет приглянувшейся ему девице, посмотрим. Ну и то, о чем говорили и ждали, возвращение Немерии, лютоволчицы Арии, которую та прогнала как раз будучи в речных землях. В книгах мы знаем, что Немерия собрала вокруг себя стаю из волков, наводя ужас на местных жителей. Что ж, встречайте, только я не уверен, что это именно Немерия. Возможно, здесь обычный волк из ее стаи, а саму лютоволчицу нам не показали. К тому же, еще раньше мы видели вот эти фото со съемок, а тут, я думаю, сходства с Немерией побольше, чем в промо. И еще пару мимолетных кадров. Тут девушка, похожая на Тиену, но точно сказать сложно, бьет кого-то ножом, которым она, собственно, владеет неплохо. Если это именно Тиена, вероятно, морское сражение будет уже во втором эпизоде. Близость Иларии и Яры, собственно, это мы уже видели. Санса в каких-то своих раздумьях. Ну и самое интересное, Джон душит мизинца. Происходит это в крипте возле гробницы Лианы, о которой Джон еще не знает всей правды, но нас потихоньку к этому подводит. Ну а Бейлиш, как паук, который все время вьет поблизости свою паутину, оказался рядом с Джоном. И, видимо, своими ядовитыми словами вывел нового короля из себя. Джон его, конечно, не убьет, но даст понять, что он больше не безымянный бастард. Хотя, зная мизинца, это еще может дорого стоить Джону. Ну и напоследок, из того же описания второй серии к Дейенерис должен прибыть неожиданный гость. Не думаю, что это будет сразу Джон, так что для нас с вами открывается новое поле для размышлений. Что ж, собственно говоря, на этом я буду заканчивать наше видео. О всех своих мыслях смело пишите в комментариях. Кому видео понравилось, не забудьте поставить палец вверх. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, кто на него еще не подписан. Спасибо всем за просмотр и всем пока!